Библейский портал экзегет.ру представляет Первая глава книги «Второзаконие» в перевозе российского библейского общества читают для библейского портала «Экзегет». Книга «Второзаконие» — естественно, пятая книга Библии, последняя из пятикнижия, но она отличается от пятикнижия всего остального довольно заметно. Ну, понятно, что «Бытие» — это такая предыстория Завета, да, то есть основная тема пятикнижия — это Завета Израиля с Богом. «Бытие» — предыстория, откуда взялся народ, какое отношение вообще Бог имеет к этому народу, Господь. Исход — это история заключения этого Завета. Они вышли из Египта, и сразу же на горе Синаи или Хариф, она по-разному называется, в «Второзаконе» будет Хариф она называться, был этот закон дан. Ну, дальше содержание этого закона, да, соответственно, левит и числа. Что бы в нем было, да, основные положения есть уже в исходе, но в этих книгах все подробно развернуто. А зачем «Второзаконие»? Его название, в общем-то, это «Повтор», «Повтор закона», можно так его перевести. Это идет от греческого, на древнееврейского называется «Эледеварим», но это просто название первых слов книги «Пятикнижия» по-еврейски, называется «По первым словам» каждый из этих книг. Ну, как стихотворение, да, там «Я помню чудное мгновение», называется «Я помню чудное мгновение». Вот. Так зачем этот повтор? Ну, вообще, у «Пятикнижия» сложная история. Судя по всему, у «Второзакония» другой автор, чем у первых четырех книг. Я сейчас не буду об этом подробно говорить, но есть люди, которые считают, что все написано непосредственно Моисеем. Мне трудно с этим согласиться по целому ряду причин, но в любом случае эти слова, которые здесь приведены, явно отстоят от тех слов, которые мы читали, скажем, в числах, в «Левите», да, вроде бы тоже это по соседству в книгах Библии, да, совсем недалеко, но по дистанции мы с самого начала видим одну очень большую разницу. Первая глава «Второзакония» начинается. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всему народу Израиля. «Это было за Иорданом, в пустыне Араве Блиссуфа, между Параном, Тофелом, Лаваном, Хацеротом и Дизахавом. От Харива до Кадышбарне, если идти по дороге, ведущей к Сеерским горам, 11 дней пути». То есть, смотрите, на той стороне Иордана, между прочим, вот еще одно доказательство того, что, по крайней мере, эти слова писал не Моисей, да, за Иорданом, если я скажу за Уралом, про Сибирь, ясно, что я нахожусь в европейской части, да, Моисей никогда не был в земле Ханаана, а за Иорданом он называет сейчас восточный берег реки Иордан, то, что сегодня называется страной Иордания, да, значит, автор находится в Ханаане, в земле Израиля, а Моисей там никогда не находился. Ну и вообще, автор вводит его, вот слова, с которыми Моисей обратился ко всему народу Израиля, если бы это писал Моисей, наверное, он сказал бы, вот что я сказал народу Израиля, да. Ну ладно, сейчас это не важно, а важно что? Это накануне входа израильтян в обетованную землю, накануне смерти Моисея. По сути, второзаконие, другими словами, это завещание Моисея своему народу. Книга второзакония заканчивается смертью Моисея. Ну, еще одно доказательство того, что он ее не писал, потому что, ну, если в какой-то книге описана смерть человека, то этот человек вряд ли был ее автором, просто по логике вещей. И почему понадобилось это завещание? Прочитаем еще один стих. «На сороковой год, в первый день одиннадцатого месяца Моисей, возвестился нам, Израилевым, все, что Господь повелел возвестить им». Это было после победы над Сихоном, аморийским царем, который правил в Хижбоне, и Огом, царем Башана, который правил в Штароте и Адрея. Здесь кратко вспоминаются события, которые описаны в предшествующих книгах. Ну, вот там победы над врагами израильтяне идут через, соответственно, Синаевскую пустыню, потом вот они уже по восточному берегу Иордана подходят, напротив Иерихона располагаются, чтобы вторгнуться в обетованную землю. Моисей там и умрет, а Иисус Новин поведет народ дальше. И смотрите, это уже не те люди, которые вышли из Египта. Их там осталось-то всего Моисей, вот Иисус Новин, и еще этот самый Калев, который был с Иисусом Новином, а все остальные новенькие. Это другое поколение, оно выросло в пустыне. Оно не присутствовало при заключении завета. И, ну, как всегда бывает, нужно повторять, да. Всякий человек, который занимался преподаванием, очень хорошо это понимает, что даже приходя к одной и той же группе школьников либо студентов, если ты хотя бы раз в неделю им что-то важное не напомнишь, то они это очень скоро забудут. А тут люди, которые вообще никогда этого не слышали вот из первых уст, да. Наверное, им кто-то как-то рассказывал. Наверное, этот закон, который они несут туда, в обетованную землю, более или менее известен, по крайней мере, кому-то. Но именно, что более-менее кому-то. А вот здесь есть необходимость все внятно изложить. Моисей завершает свой земной путь, он это прекрасно понимает. Ему важно, чтобы народ сохранил этот закон. Итак, за Иорданом в Муаве, но, соответственно, Муав — это нынешний кусок Иордании, Моисей стал подробно излагать закон. Он сказал, Господь наш Бог сказал нам на Хариве, но гора Синай в других книгах и Харив во Второзаконе. «Хватит вам оставаться у этой горы, отправляйтесь в путь, идите в горы, где живут Амарии, и в земли их соседей, в Равов, в горы, в Шафилу, в Негев, на побережье, в страну Хананеев, в Ливан, до Великой реки, реки Ефрат. Всю эту землю я отдаю вам. Идите, овладейте страной, которую Господь поклялся отдать вашим прародителям, Аврааму, Исааку и Иакову, их потомкам». «А где же я, Господь твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим? Где же первая заповедь, а не вторая, третья?» Чего это начинается с империализма какого-то? «Идите и все завоюйте». А Моисей знает, с кем он разговаривает, да? Эти люди, они, конечно, народ Божий, но они еще довольно дикий народ Божий. Они еще не настроены на какие-то высоты. Он им говорит, так, сейчас начнется завоевание, мы всех победим. Вообще-то нам это велел сделать Бог. Ну, а раз так, извольте выслушать, чего он от нас ожидает, да? Вот все просто и конкретно. Правила, которые позволят победить врагов, которые позволят овладеть этой землей. Здесь описаны ее контуры. Ну, у нас карты сейчас нет, поэтому на словах это показывают бессмысленно, но имеется в виду более или менее территорию Ханаана, Святой Земли, в которой дальше они будут жить. Причем он даже говорит, что до Великой реки, до реки Ефрат, да? Тигр и Ефрат, это сегодня Ирак, ну, основная часть это Ирак. То есть вот до тех пор эта земля потенциально принадлежит израильтянам. Ну, и опять-таки он начинает с предыстории отношений. Почему это важно? Ну, вот Господь даровал вам закон. Ну, хорошо. А что вы с ним сделали? А как все это происходило? А откуда вы вообще можете быть уверены, что Господь будет на вашей стороне? История, которая происходила в пустыне, 40 лет они уже странствуют. Есть о чем подумать. В ту пору я сказал вам не под силу мне одному управлять вами. Господь ваш Бог сделал вас многочисленными, как звезды на небе. И пусть он, Господь Бог отцов ваших, сделает вас в тысячу раз многочисленнее, чем ныне. Да благословит он вас, как обещал. Но чтобы ни одному нести такое бремя, решать ваши тяжбы. Выберите из каждого племени мудрых, разумных и опытных людей. Я назначу их вашими начальниками. Вы ответили, правильно ты говоришь. Я призвал к себе тех, кто стоял во главе племен, людей мудрых и опытных. Назначил их вашими начальниками. Кого поставил на тысячи человек из его племени. Кого над сотней, кого над полусотней, кого над десятком, кого старостой. А в ту пору я велел вашим судям. Разбирайте тяжбы между вашими братьями. Судите справедливо. Будь то тяжбы между соплеменниками или тяжбы с чужаками, живущими у вас. Пусть суд ваш будет непредвзятым. Выслушивайте сильного и слабого. Не страшитесь людей, ибо суд от Бога. А если дело будет слишком сложным для вас, передавайте его мне, я разберу. В ту пору я дал вам все предписания о том, что вы должны делать. Опять-таки, а где 10 заповедей? Он начинает с того, что он ввел административное управление. Вполне разумное. Моисей харизматический вождь, великий пророк и все прочее. Но он не может влезать в каждую мелочь. Вот как у нас в стране обожают обращаться к верховной власти, чтобы лампочку в подъезде перегоревшую заменить. Потому что иначе никак же это невозможно сделать. Но, конечно, так это не работает. И он создает административный аппарат. Для кочевого племени тоже необходимый. И здесь это при чем? Почему вот такая практическая подробность в самом начале? Вместо того, чтобы сказать там на Хариве, Господь явился в огне, в громе и так далее. Ну, потому что вот такие это люди. Моисей за время странствования по пустыне, по-видимому, хорошо разобрался, с кем он имеет дело. И как с ними надо разговаривать. Вот не всегда надо начинать с чего-то великого. Может быть, такая практика, которая очевидна. Мы идем завоевывать страну, в которой вы будете жить. Ура, вы должны это понимать. У нас тут установлен определенный порядок. Значит, нужно знать законы, которые этот порядок регулируют. Вот, собственно, для чего все это и нужно. Ну, а дальше история. Мы двинулись от Харива и прошли через пустыню, великую и страшную. Вы ее видели своими глазами. Направляясь, как повелел Господь наш Бог, горам, где живут Амарии. Мы дошли до Кадеш-Барнеа. Это довольно известный оазис. Там я сказал вам, вы пришли к горам, где живут Амарии. К горам, которые Господь наш Бог отдает нам. Смотрите, Господь ваш Бог отдает вам эту страну. Идите, овладейте ее. Это обещал вам Господь, Бог отцов ваших. Не бойтесь, не страшитесь. Но вы все вместе пришли ко мне и сказали, надо послать вперед разведчиков, чтобы они расследовали страну и сказали нам, по какой дороге нам предстоит идти и к каким городам мы выйдем. Это показалось мне разумным. Ну, еще бы. В Яво было 12 человек, по одному от каждого племени. Они отправились в путь, поднялись в горы, дошли до долины и школ. Они уже осматривают землю Ханаана. Сказано, где живут Амарии. Ну, Амарии одно из племен. Там жили не только Амарии, некоторые другие. Но это так собирательно. Как в Москве называют, по крайней мере, в старину называли всю Российскую империю, хотя она не только из Москвы состоит. Итак, они осмотрели места, набрали плодов земных, принесли их к нам и сказали, Господь наш Бог дает нам хорошую землю. Но вы не захотели идти в поход. Вы ослушались Господа, вашего Бога. Сидя по своим шатрам, вы роптали. Господь нас ненавидит. Вот почему Он увел нас из Египта. Он отдаст нас в руки Амарии, чтобы мы все погибли. Куда мы идем? Расскажи наших братьев и слушать страшно. Они говорят, что там живут люди, которые больше и выше ростом, чем мы. Они говорят, что там большие укрепленные города высотой до небес. Они говорят, что видели там анакимов. Анакимы довольно непонятно кто. Они встречаются периодически. Иногда их называют анакимы, иногда нефилимы, рифаимы. Это какие-то великаны. Немножко такого сказочного типа. То есть не очень понятно, кто это был конкретно. Есть комментаторы, которые говорят, что это неандертальцы, которые там еще оставались в какие-то древние времена. Не знаю, не исключено, что какие-то предания о других людях, таких более крупных и плотных, условно говоря, неандертальцах, могли действительно сохраняться. Но об этом мы подробно ничего не знаем. Во всяком случае, это богатыри, с которыми воевать не хочется. Я сказал вам, не пугайтесь, не бойтесь. Господь, ваш бог идет впереди. Он сам будет сражаться за вас. Так было в Египте у вас на глазах. И в пустыне вы сами это видели. Господь, ваш бог, вас нес, будто человек, несущий своего сына. Так было все время, пока вы шли сюда. И после всего этого вы не верите Господу, вашему богу. А ведь он шел впереди вас, выбирая вам места для стоянок. Ночью шел в виде огня, чтобы показывать вам правильную дорогу. А днем шел в виде облака. Ну, где закон-то? Ну, сколько уже предисловий? Не хватит ли? А нет, не хватит. Смотрите, прежде чем начать людям говорить, что им нужно делать, Моисей излагает предысторию народа, объясняет, как все это возникло, какие отношения связывают его с этими людьми, их начальников с Моисеем и, соответственно, с ними самими. А главное, Бога со своим народом. Почему вообще, вот мы сейчас с вами, говорит Моисей, стоим, 40 лет бродили по пустыне, стоим у порога обетованной земли, но все еще не там? Как это получилось? А давайте разберемся. Вы сами так захотели. Хотя, надо сказать, что эти люди уже, скорее всего, другие, да, то есть поколение-то сменилось. Это было 40 лет назад, даже если это те же самые люди, они тогда были маленькими или еще очень молодыми, ну, и как-то трудно их упрекать. А вообще-то там в предыдущих книгах сказано, что все это поколение вымерло, да, то есть, получается, там нет никого старше 40 лет, кроме этих трех, да, они там еще либо младенцев, либо не родились. Но неважно, народ здесь как некая коллективная идентичность, как вот некоторая общность, которая несет ответственность за решение своих предков, даже если физически уже не эти люди в данный момент присутствуют перед Моисеем. И самое главное, смотрите, вы испугались. Бог нес вас, как человек своего сына, да, на плечах там несет малыша какого-нибудь. Он в виде огня ночью, днем в виде облака, чтобы показывать дорогу, это описано как некое чудо, когда они, выйдя из Египта, всюду перед собой видели вот этот самый столб, огненный либо облачный, днем и ночью, соответственно. И он был с ними. И вот они все равно боятся. Они боятся идти и сражаться за свою землю, захватывать ее. «Услышал Господь ваши слова и разгневался. Он поклялся, никто из этого негодного поколения не увидит прекрасную страну, которую я поклялся отдать отцам вашим. Никто, кроме Калева, сына и Фуне, он увидит. Он был верен Господу. И за это я дам ему его потомкам землю, по которой он ступал. И на меня разгнялся Господь из-за вас. Он сказал мне, и ты не войдешь в эту страну, а Иисус, новин твой раб, войдет». Вот как раз, собственно, два человека, которые войдут, Калева и Иисус, новин, те, кто были верными разведчиками, те, кто призывали как раз израильтян выходить на бой за свою землю, а Моисей даже не войдет. Моисей не описывает подробно свои отношения с Богом, но он говорит только то, что важно, да, что и мне прилетело, что называется, да, вот я вместе с вами тоже оказываюсь вот под этим, ну, проклятием я бы его не назвал, под этим, скажем так, ограничением, да, не войти в эту землю. «Это все из-за вас», да, говорит он. Там не очень понятно, на самом деле, в предыдущих книгах Моисей, в чем была его провинность, то ли он два раза ударил жезлом в скалу, из которой истекла вода, и достаточно было одного, да, то есть он так с раздражением раз, и тут же второй раз, а вдруг не сработает, да, то ли какие-то внутренние его сомнения, которые Господу были ведомы, мы не знаем, да, в конце концов это не очень важно. Важно, что даже величайший пророк не всегда соответствует своему призванию, не всегда может увидеть своими глазами то, собственно, о чем он пророчествует, да. Итак, Иисус, новин твой раб, войдет. Вели ему быть твердым. Ему предстоит сделать эти земли владением сынов Израилевых. Войдут в эту страну ваши дети, те самые, за которых вы боялись, что они попадут в плен, дети, которым сейчас еще не понимают, что хорошо и что плохо. А теперь это аудитория Моисея, да, 40 лет прошло. «Им я отдам эту землю, они овладеют ею. А вы поворачиваете назад и идите в пустыню по дороге, что ведет к морю Сув». Море Сув, соответственно, это чермное или красное море, через которое они уже переходили. То есть как бы вернитесь назад. «Тогда вы сказали мне, но физически не вы, но ваши предки, мы согрешили пред Господом, но мы пойдем воевать, как повелел нам Господь наш Бог. Вы взяли оружие и осмелились пойти в горы. Господь велел мне передать вам, не ходите, не начинайте войну, ведь я не с вами, а не то враги разобьют вас. Я передал это вам, но вы не вняли. Вы ослушались Господа и дерзнули подняться в горы. Вас встретили о море и обитатели этих гор. Они устремились за вами, как пчелиный рой. Они гнали вас по сиеру до самых хормы. Вернувшись, вы плакали пред Господом, но Господь не слушал вас, не внимал вам. Вы пробыли в Кадеше долгое время. Ну вот, момент упущен, и как раз он описывает поражение, которое было 40 лет назад. Вот нелюбимо описывать поражение. Возьмите любую книжку по истории Великой Отечественной войны. Много там будет сказано про Харьковскую катастрофу 42-го года, про десант в Керчи того же 42-го года, окончившийся полным провалом, про страшную Ржевскую операцию, в которой погибло немеренно солдаты, и они не смогли взять город Ржев. Ну, будет упомянуто в лучшем случае, а будет очень долго и много про славные победы. Рассказано. Да, их тоже было много. Их больше было, согласен. Но почему же Моисей начинает с того, что им рассказывает про то, как они а, струсили, б, потерпели поражение. Какая же история Великой Отечественной войны начнется с подробного рассказа об отступлениях 41-го и катастрофах 42-го, вместо того, чтобы рассказывать о том, как всех победили. А вот этим и отличается библейская история от истории, так скажем, светской, от истории всех народов, тут исключений практически нет, которые любят рассказывать о славных победах и великих достижениях. А библейская история любит рассказывать о провалах и поражениях, потому что из них уроки извлекаются. Потому что о славной победе говорит приятно, а о позорном поражении говорит полезно. Сразу становится понятно, чего нужно на будущее избегать. И вот чего нужно избегать? Не послушание, да? Господь давал вам возможность, вы отказались, потом вы по собственной воле решили, вопреки его пожеланиям, потерпели поражение. Сделайте выводы. Вот прежде чем им напоминать о законе, прежде чем излагать суть этого закона, надо их предупредить. Вот на шкафу написано, не влезай, убьет, вы влезли, вас убило. Впредь не влезайте. Вот простой и конкретный пример. Моисей, судя по всему, через 40 лет в странстве стал очень большим реалистом, тонким психологом и действительно неплохим вождем для своего народа, потому что он не просто им управляет, он умеет с ним разговаривать. Вот в самом начале, что интересно, там в книге Исход мы читаем, как Моисей, когда призывает Господь, говорит, я косноязычен, я не умею говорить с народом, Господь ему отвечает, ничего, твой брат Аарон. А вот Моисей, хотя, возможно, у него по-прежнему есть какие-то проблемы, может, он не все слова выговаривает четко. Мы не знаем, что значит косноязычен, то ли действительно у него речевой аппарат не очень удачно устроен, но бывают люди, у которых дикция очень плохая, то ли он просто не речистый человек, такой необразованный, не подвешен язык хорошо у него. Но вот здесь он очень встает перед нами таким реалистым и оратором прекрасным, который народу не льстит, но одновременно и не его как бы не размазывает, не угнетает его своими словами, а объясняет все очень четко. Вот, смотрите, совсем недавняя наша история, давайте сделаем из нее выводы. Ну, и выводы заключаются естественным образом в том, что закон надо соблюдать, но прежде чем этот закон излагать, надо привлечь внимание к нему, надо объяснить, что, собственно, такого в этом законе ценного. Ну, вторая глава продолжит этот рассказ.